А сейчас я с удовольствием приглашаю, вернее жду с огромным нетерпением Алину Адамко из компании Метрополитен. Алина, здравствуйте. Мы переносимся в Эмираты. Видите, слышите? Да, здравствуйте, Филипп. Ой, какая радость. В прошлый раз мы должны были с вами уже повидаться, но, к сожалению, не получилось у нас. Тогда технический сбой был. Итак, Алина Адамко, специалист по недвижимости компании Метрополитен Премиум Пропертис из Дубаи. Алина, ну, не говорили мы на наших вебинарах в апреле о Эмиратах, ну, просто как-то не переносились к вам, а сейчас перенеслись. И как раз давайте поэтому все-таки начнем с вашей эпидемиологической ситуации. Коль уж, вот что изменилось за месяц, как все происходило и так далее. Пожалуйста. Ну, добро пожаловать первым делом. Зря вы обошли взглядом Эмираты. Здравствуйте. С момента нашей прошлой с вами беседы у нас очень хорошее изменение, потому что в пятницу у нас объявили внутреннее приостановление карантина. То есть, если у нас до сих пор карантин был в течение месяца 24 часа в сутки, то теперь мы с 6 утра до 10 вечера можем выходить на улицы, и жизнь восстановилась полностью. Заполняемость офисов, государственных учреждений, ресторанов у нас сейчас на 30%. То есть, рестораны подают еду, но не имеют права заселять. Ну, то есть, все равно должна сохраняться дистанция между посещением. Что хорошо очень повлияло, потому что, на самом деле, то есть, мы думали, потому что у нас в пятницу начался праздник Рамадан. Это очень традиционный праздник. В курсе данного праздника люди вместе молятся, посещают дома или вместе ужинают в ресторанах. И то есть, было большое подозрение на то, что все-таки государство постарается оттянуть в течение этого праздника, и то есть, ну, удержать карантин. Но нет, слава богу. И, в принципе, люди очень ответственно подходят индивидуально взять к этому вопросу, потому что все носят маски, перчатки. Ну, это, конечно же, и с точки зрения, скажем так, травка, нужно носить, да? Ну, и именно, то есть, каждый заботится о своем здоровье, о здоровье окружающих. Окей. Давайте несколько слов о рынке недвижимости вот в этот кризисный момент. Как последние два месяца, ну, давайте так, ну, с начала марта по конец апреля развивалась ситуация на рынке. Строительство, спрос, предложение, поведение продавцов, поведение покупателей. Спасибо за вопрос, Филипп. На самом деле, ну, вначале была паника, потому что люди не понимали, сколько это продлится, как это полностью отразится на рынок. Особенно ввиду того, что Дубай все-таки зависит от внешних рынков. И из-за того, что были закрыты все внешние рынки, то есть у нас приостановились краткосрочные аренды по типу Airbnb. То есть сейчас мы активно, если брать аренду, активно рассчитываем только на внутренний рынок. Но хочу сказать, что внутренний рынок тоже очень живо и активно движется. Даже в период карантина, когда нужно, можно было выезжать из дому только по разрешению, который вот на веб-сайте специально нужно было брать. Даже в тот период люди были готовы выезжать из дому и смотреть объекты. Если кому-то нужно переезжать, человеку нужно переезжать. То есть он найдет любой путь для того, чтобы уйти из дому. Но если брать зрение продаж, то у нас очень хорошо отозвалась Европа. Буквально 10 дней назад было продано 3 пентхауса людям из Европы и стоимость пентхаусов от 4 миллионов долларов. Сейчас застройщики дают рассрочку платежей. Я не могу сказать, что до сих пор не было. Да, вы говорите, а раньше не давали? Давали, но сейчас просто условия лучше. То есть если раньше давали на 3 года, сейчас можно верить о 5. И то есть освобождение от регистрационных сборов в некоторых случаях или освобождение от сервисных сборов в некоторых случаях. То есть комплексно подходят застройщики к тому, чтобы предлагать клиенту более выгодные условия и мотивировать их на приобретение объектов. Это вот история последних двух-трех месяцев или, в общем, эта история, может быть, года последнего? То есть все-таки это непосредственно связано с вирусом? История последнего года, хочу сказать, но не все застройщики. То есть некоторые более... Флэкбл, да? То есть... Ну, нет, то есть некоторые были бы более... Да, то есть больше идут на уступки клиенту, некоторые более удерживают свою позицию, но в связи с карантином, то есть застройщики открыли двери для того, чтобы давать клиентам больше рассрочки, скажем так. А цены... Если брать... Нет, цены не снижают, потому что... А что это не снижают? Что это не снижают? Вот я вам скажу, у нас ведущий застройщик, один из ведущих, скажем так, МР, они сказали так. Наш клиент нам никогда не простит то, что мы снизили цены. То есть те инвесторы, которые уже инвестировали у нас и купили с нами, допустим, два месяца назад, они нам никогда не простят, если мы новым клиентам дадим скидку. То есть мы как-то должны компенсировать и как-то должны притянуть нового клиента, но не путем скидки. А вот вы сказали, что заявил застройщик, он как-то чуть ли неофициально это объявил, или это неофициальные разговоры с агентствами? То есть заявил это как? У нас, да, то есть мы находимся в топах объема продаж, как компания Метрополитен, и у нас есть плановые встречи с застройщиками. То есть застройщики приходят к нам в офис, и мы общаемся о тенденциях рынка, о том, какие у них макетинговые стратегии, какие новые продукты будут запускаться, то есть чтобы мы всегда были в курсе того, что происходит на рынке и о том, какие планы у застройщиков. То есть это такие ваши внутренние беседы? То есть мы курируем рынок как первичной, так и вторичной недвижимости, и как профессиональные агенты мы должны быть в курсе всех изменений и всех планов, которые происходят на рынке. Это понятно. Скажите, пожалуйста. Возвращаясь к вашему вопросу, вы спросили, вот как ведет себя продавец. То есть у нас два продавца. То есть один продавец – это застройщики, и другой продавец – это вторичный рынок, то есть индивидуальные продавцы. Если брать с этой точки зрения, то люди, кто-то начал паниковать, но в основном те, которые не находятся в Дубае, и паника была, то есть караул, как мы будем сейчас продавать свои объекты, если мы не можем передвигаться. И тут земельный департамент очень быстро отреагировал. Раньше не было такого, до всей лени возможно было, потому что, чтобы продать объект вторичной недвижимости, присутствие продавца и покупателя абсолютно необходимо. Если одна из сторон не может приехать, или обе стороны, они могут назначить доверенное лицо, и документ о доверенности должен быть утвержден. И обязательно расчет производится путем менеджер-чека, то есть чек, который из местного банка обязательно выписывается, и менеджер-чек, он блокирует деньги на счету покупателя, и то есть продавец имеет право обналичить этот чек в течение шести месяцев. Но его, чтобы обналичить, тоже нужно иметь счет. И то есть мы, для клиентов, у которых нету счетов в Эмиратах, нужно было постоянно искать какие-то решения, то есть перечисление денег, в принципе, как таковое не приветствуется, потому что транзакция должна была производиться непосредственно на территории Эмиратов. Присутствие тут, документы тут и деньги тут. Теперь в связи с данной ситуацией земельный департамент разрешает провести транзакцию по конференц-связи, то есть они пересматривают все документы, потом связываются с продавцом-покупателем, удостовериваются, что документы все легальные, все нормально, и продавцу разрешают принять деньги на расчетный счет. Ну, сначала покупатель высылает деньги на счет земельного департамента, и оттуда земельный департамент перечисляет на расчетный счет. Но это в разы упростило всю процедуру. На самом деле это очень-очень помогает нам провести транзакции. То есть удаленная история вполне и тайна, и многие действуют именно так. Филипп, я извиняюсь, я не расслышала вопрос. Немножко все-таки связь там возит. Я хотел сказать, сейчас слышите меня? Ага, да. Вопрос был такой. То есть удаленные сделки, они становятся более популярны, чем удаленные сделки были там хотя бы полгода назад. Филипп, что у нас с вами со связью? Мы стеснировали сто раз уже. Здравствуйте, я вас слышу прекрасно. Сейчас вы меня слышите или нет? Коллеги, я просто попрошу вас сейчас в чате написать, слышно ли меня? Вы можете мне написать? Вы меня хорошо слышите, потому что я вас слышу прерыве. Может, вы мне напишите в чат, и я отвечу на вопрос, потому что... Окей, давайте сделаем сейчас таким способом. Ага, извините. А, связь перерывистая, да? Связь перерывистая, но пишу... Спасибо огромное. Вот сейчас вы меня слышите или не слышите? Ну, я слышу, но вы потом, когда разворачиваете вопрос, то часть вопроса не слышно. Я очень извиняюсь. Свой вопрос очень медленно, и это решит нашу вопросу. Давайте. Означает ли, сказанное вами, что удаленные сделки сейчас стали более популярны? Не слышите? Удаленные сделки стали более популярны, чем раньше. Да, на самом деле, да. Удаленных сделок раньше вообще не было. В принципе, не было удаленных сделок. Потому что, если, допустим, вы владелец недвижимости в Эмиратах, хотите ее продать, то есть ваше присутствие как продавца абсолютно необходимо в Эмиратах. Если вы покупатель, если вы покупаете первичную недвижимость, можно ее оформить удаленно, без проблем. Застройщики разрешают подписывать договоры о бронировании удаленно, потом договор основной, выслали почтой, то есть человек принимает, подписывает, отправляет обратно. Но вторичную недвижимость никогда мы не переводили онлайн. То есть не было удаленных переводов. Окей. Следующий вопрос тоже задаю медленно. Смотрите, Алина, вопрос у меня такой. Если мы говорим о вторичной недвижимости, стали ли продавцы снижать свою цену? Если касательно вторичной недвижимости, тут очень индивидуально. Есть продавцы, у которых объекты выкуплены, то есть они покупали путем полного взноса кэша, и у них объекты либо в личном пользовании, либо в аренде, им нет необходимости продавать спешно. Есть продавцы, которые брали ипотеку в банке. И в принципе, если объект сдан, и аренда покрывает взносы по ипотеке, тоже нет смысла продавать в убыток. Вот есть продавцы, у которых страдают другие стороны жизни, либо это по бизнесу нет денег, то есть они начинают продавать активы, и один из активов будет объект недвижимости. В таком случае да, но это не тенденция, которую ожидают покупатели. То есть покупатели приходят с предложениями на 30% ниже рынка, и мы пока что не можем им предложить на сегодняшний день минус 30% относительно рыночной цены. Есть подвижки, есть 10%, есть даже 15% в индивидуальных случаях, но эти индивидуальные случаи, то есть они в принципе, чтобы их достигнуть, нужно торговаться. То есть не приходит продавец и говорит, вот, бери, минус 15%. Нет, человек чаще всего дает объект по рыночной цене, и в процессе торгов мы уже, то есть ставим предложение, торгуемся, и уже как-то вот эти цены достигаем самых оптимальных цен для покупателя и продавца. Окей, мой следующий вопрос по аренде, краткосрочной и долгосрочной. Насколько они пострадали и какие здесь есть прогнозы относительно ближайшего будущего? Да, насчет краткосрочной аренды она пострадала больше, чем долгосрочная, потому что для краткосрочной аренды владельцы меблировали объекты, и они в принципе были, но чаще всего у нас тут объекты на краткосрочную аренду в управлении с агентствами, которые занимаются краткосрочной арендой, и которые зарегистрированы в данном реестре. Опять же, из-за того, что нет возможности передвигаться туристам, то эти объекты сейчас плавно переходят на долгосрочную аренду или же на помесячную аренду. То есть часть объектов, вот в моем личном, скажем так, из опыта, есть объекты, которые переходят на помесячную аренду просто. Окей. Тогда давайте задаемся вот тем самым вопросом, а какова же сейчас может быть стратегия инвестора, заинтересованного приобрести объект, который, ну, в общем, не потеряет, да, не потеряет в цене, или он сейчас продается по особо привлекательной цене, или вы видите, что в краткосрочной перспективе вот в этом сегменте особых неприятностей ждать не приходится, ну, если только уж совсем не случится чего-то фантастического. Итак, пожалуйста, объект от вашей компании, где он у нас? Вот он у нас, Объединенный Арабский Эмират. Итак, апартаменты в Дубае, площадь 88 квадратных метров, стоимость 390, ну, почти 385, практически, тысяч евро. Пожалуйста, Алина, несколько слов о том, что это за тип объекта. Да. У нас в Дубае, в принципе, все объекты, которые сдаются в эксплуатацию, они идут уже с чистовой отделкой, то есть не черновая, а чистовая, то есть не нужно клиенту ничего чинить. То есть вот спикер до меня говорил о том, что, ну, ранее говорил о том, что инвестор должен рассчитывать бюджет, то есть если брать в ипотеку, то нужно рассчитывать бюджет под сам объект, а и дополнительный бюджет под ремонт объекта. В нашем случае нет. Вы получаете ключи, вам нужно просто расставить мягкую мебель. Чем привлекательен этот объект, что он находится в районе Дубай-Марина, а Дубай-Марина у нас исторически самый привлекательный пока что для туризма. То есть тут и количество отелей большое, и количество резиденций, но и сам объект, потому что он сдан в эксплуатацию в 2018 году, то есть одна башня в 2018, другая в 2019 и еще одна строится. И очень хорошо себя зарекомендовала с точки зрения качества. У нас по качеству здания делятся на три типа, grade A, то есть высшее качество, grade B, первое качество и grade C. То есть это считается grade A башней. И ввиду того, что в Эмиратах очень смешанная публика, тут всегда есть категория людей, которые могут себе позволить качественное жилье. Вот при любых обстоятельствах, будь то кризис, не кризис, мы пережили восьмой год и видели, как это случается. И поэтому качественное жилье в ликвидном районе будет пользоваться спросом. То есть именно этот объект, я вижу, как 10 квартир вышли с краткосрочной аренды в долгосрочную, и они уже сдались. То есть это пример того объекта. На ваш взгляд, он кажется перспективным, даже если краткосрочная аренда будет не востребована, а риски этого по-прежнему сохраняются, мы не знаем, что будет туристическим сезоном. Ну да, да. И реальную возможность перевести его в долгосрочный, у вас есть такой опыт. Да, это факт. Просто это то, что мы уже над этим работаем и работаем успешно, и это получается. Если не брать этот объект конкретно, а перейти от частного к общему, вот где та недвижимость, которая сохраняет свою инвестиционную привлекательность долгое время, вот даже в текущих условиях? На самом деле недвижимость, которая всегда сохраняет интерес, это прибрежная недвижимость, потому что ей интересуются активно не только русские и все пространства СНГ, но и европейцы. И центр города, то есть даунтаун, потому что даунтаун у нас очень интересен для китайцев. У нас до коронавируса был очень живой поток покупателей из Китая, особенно на первичную недвижимость, то есть, ну, с точки зрения маркетинга Китая, это вообще отдельный мир, да, то есть на них не распространяется ни Фейсбук, ни Инстаграм, ничего другого, да, но застройщики грамотно выстроили маркетинг на Китай, и то есть люди, приезжая сюда, они уже заведомо знали, кому они едут и что они едут покупать. И даунтаун, ну, для них Гонконг, в принципе, стиль Гонконга – это икона, да, то есть, и поэтому центр города и похожий на него район, который сейчас строится, названием Дубайки, это то, что у них есть внимание. Поэтому если брать по, ну, разбивку по национальностям, то я вижу перспективу за Европой, потому что из Европы состоятельные люди уже точно, четко для себя решили, что они переезжают в более надежную такую среду, где меньше будет турбулентности, скажем так, это будут русские СНГ, и это будет Китай. Мы не отметаем то, что из арабских стран, соседних и так далее, но так глобально это будет при национальности. Я сейчас зачитаю новость, ну, довольно длинная она, кусочки некоторые, надеюсь, со связью будет все нормально, и просто попрошу ее прокомментировать, вас, Алина, потому что, мне кажется, это прогноз, как раз который прогноз по рынку недвижимости Дубая, как, ну, некий образец такой срез возможностей в Объединенных Арабских Эмиратах. Новость звучит так, что спад строительству поможет рынку недвижимости Дубая. Маленькое лирическое отступление. В этом году крупнейший форум, вот, Экспо должен был состояться в Эмиратах, в Дубае, он перенесен на 2021. Да. Суть новости в следующем. Отчет компании Кемендиш Максвелл, они утверждают, по их мнению, что спад активности в сфере строительства положительно отразится на рынке недвижимости Дубая. Несколько девелоперов приостановили запуски новых проектов, и вместо этого с целью завершения новых проектов на рынок выходит намного меньше, уменьшается число новых запусков. Но при этом есть предположение, что спрос не сократится, и то, что Экспо-2020 не несет, с эгрегором получил возможность завершить наши проекты, и положительный эффект от мероприятия как раз совпадет с покупательной активностью. Вот при этом в первом квартале цены на квартиры в Дубае на 12 метров снизились, но при этом стоимость апартаментов в некоторых районах, наоборот, уменьшится на 15%. Итак, желательно. Да, Филипп, спасибо большое. Смотрите, я согласна с этим мнением, потому что многие инвесторы, которые инвестировали под Экспо, ну, когда объявили Экспо, был вообще такой бум, и очень много ожиданий от Экспо, и очень много, то есть привязано было и эмоций, и форкаст, да, то есть прогнозов, скажем так, да, связанных с Экспо. Но факт в том, что, да, то, что застройщики немножко уменьшили темп, это факт, потому что ранее у нас в неделю по два, по три новых объекта от одного застройщика запускались. То есть мы практически как студенты были, которые изучали новые объекты на лету, на ходу. И то есть надо было быстро подстроиться и помнить все и цены, и размеры, и так далее. Сейчас эта активность немножко уменьшилась, но застройщики все-таки сейчас начали предлагать из готовой недвижимости, которая у них не продалась. Они тоже предлагают очень интересные такие предложения, потому что, как говорили спикеры до меня, все-таки большинство клиентов хотят новую недвижимость, то есть чтобы до меня никто там не жил. Пусть даже это будет чуть дороже, или пусть даже это будет, не знаю, там, рассрочку. Потом еще, если говорить об ипотеке, кстати, ну, я закончу мысль, просто это расширяет покупательскую возможность, потому что у нас в Дубае повысили на 5% саму ставку, не ставку, а как правильно сказать, loan to value. То есть если ранее, будучи резидентом, вы получаете от банка 75% от стоимости объекта, сейчас это 80%. Плюс к этому банк может финансировать в качестве личной суды дополнительных еще 5%, чтобы помочь там закрыть все платежи, сопутствующие, связанные со сделкой. А для нерезидентов эта сумма составляет 50%. То есть если вы, допустим, находясь в России, предоставите выписку из банка шестимесячную, и там все документы, которые требуются банку, то вам и не нужна резиденция в Дубае. То есть вы можете приобрести готовый объект, внеся только 50% и получив ипотеку 50%. Так, возвращаясь к обсуждениям, да, тот факт, что объекты достраиваются, ну, вот оно и хорошо влияет на рынок, потому что есть такая тенденция, что переводятся клиенты, которые живут на месте, переводятся из арендаторов во владельцы. То есть те, кто прожил, допустим, 3 года, 5 лет, они понимают, что они не скоро отсюда уедут, несмотря на то, что все семьи говорят, что вот, ой, через год уеду, да не уедешь ты через год, да через два не уедешь, потому что ни в Египте неспокойно, ни в Ливии, ну и так далее, да, то есть все продолжают держаться за Эмираты, и через какое-то время все-таки они уже переходят в статус владельцев тут. А арендаторами у нас становятся новоприбывшие, да, и поэтому рынок очень активно себя чувствует. Ну и опять же, я вам говорю, что Китай у нас рядом, Китай необъятный и очень-очень интересуется Эмиратами, то есть спадет вся эта суматоха, и мы вернемся в очень такую живую тенденцию. Окей, ну и тогда в самом уже заключении следующий вопрос, он такой, уже заключительный, все-таки подведем некий итог. Цены на недвижимость в Дубае последние несколько лет снижались. Был интерес к вот Экспо-20, которая по кризисным причинам стала Экспо-21. Я инвестор и рассматриваю возможность вложения в какого-то, в какого-то рода объекты. Вот еще разочек, что это такое может быть, чтобы я через полгода не кусал локти, что он подешевеет, и чтобы у меня была какая-то инвестиционная перспектива либо по росту цен, либо, хорошо, не по росту, давайте по аренде. Тут еще попрошу в вашем внимании, вот на то, что интересные районы у моря, но это курортная недвижимость, или все-таки недвижимость в Дубае, у моря вы не обязательно, ну, в приморских районах вы не обязательно считаете ее короткой. Ну, смотрите, Филипп, если брать с точки зрения ликвидности, то есть все-таки ближе к морю всегда надежнее, но нужно рассматривать, опять же, какие объекты, потому что если это ультра-лакшери, то есть класса люкс, супер-люкс, то это не совсем инвестиционные, потому что у нас в Дубае считается хорошей ставкой по возвратности инвестиций, это 7%, ну, от 6 до 7%, это после вычета всех сервисных сборов и дополнительных расходов. Если мы берем вот очень элитную недвижимость, то там у нас ставка падает на, скажем, 4%, потому что там сервисные сборы куда выше, и площади, в принципе, большие, да, то есть если взять комнатную квартиру, там с видом на море в каком-то элитном комплексе, то арендная ставка не потянет 7%, поэтому я рекомендовала бы маленькие объекты, будь то однокомнатная или двукомнатная квартира, можно рассматривать такие районы, как Дубай-Марина, как Джи-Би-Ар, то есть это первая береговая прибрежная линия, хотя, что комплексы там не новые, ну, с Казачьей Эмиратом вообще от роду до 50, да, то есть 10 лет тут уже считается, ой, знаете, уже башня уже постарше будет, вот, поэтому все-таки, если брать вторичку, то это такие живые районы, как Дубай-Марина и Джи-Би-Ар, если брать первичку, то это новые районы, такие как Дубай-Крик, которые будут, в принципе, фьюжином даунтауна, где сейчас Бурж-Халифа, да, и фьюжином Дубай-Марины, потому что в этом районе будет следующая самая высокая башня, будут, опять же, береговые такие вот променады и яхты, ну, то есть это будет как смесь двух этих районов, просто в новом исполнении. И тем, кто любит зелень и тоскует по зелени, в принципе, есть районы, которые находятся более глуби, но они как уазис в пустыне, потому что там есть и вода, и зелень, и гольфовые поля, то есть на выбор каждого есть, но я бы сказала, смотреть нужно на застройщика, потому что очень много на рынке зависит от репутации, то есть от репутации застройщика. Если, ну, застройщик может хоть из кожи вон вылезть, но если за ним плохая репутация закреплена, очень-очень сложно просто отмыть эти пятна потом. Вот. И уже индивидуально на проект. То есть место расположения, застройщик, и уже в самой башне уже смотреть этажность, вид, площадь и так далее. Ну что ж, Алина Адамко, специалист по недвижимости компании Dubai Metropolitan Premium. Алина, спасибо огромное. Обязательно еще пообщаемся, потому что не все мы, конечно, успели сейчас раскрыть. А так, ты компанией перед вами, дорогие друзья. Слава богу, прошу прощения, опять были небольшие сбои со связью, когда длится уже без малого три часа. Очень трудно обойтись совсем-совсем без неких сбоев. Надеюсь, что они вас не отпугнули, дорогие друзья. Спасибо огромное.